Бобруйский район, заросшие тропы и очень много крапивы. Кажется, природа не хочет отдавать свое. Но сегодня мы в поисках конопли. Путь к заветной плантации самого опасного в этой местности сорняка оперативник знает наизусть. С начала 2000-х здесь периодически произрастает сырье для изготовления известных наркотиков анашимы, рихуаны или гашиша. Август – период полного созревания конопли. Именно в это время зависимые и собирают урожай. Сбор, хранение или употребление данного растения, чреватое уголовной статьей знаменитая 328. Именно по ней треть заключенных Беларуси отбывают наказание с солидным сроком. В этом году площадь этой бесхозной плантации с коноплей почти 3 гектара. В массе это 2 тонны растения или 1200 килограммов наркотика. В дозах больше сотни тысяч. Правда, местные сюда не захаживают, растения не тронуты. Никто из жителей близлежащих деревень не замечен в употреблении этой травы. Здесь грешат иначе. В настоящее время составлено три административных протокола по 16.1. Кодекс административных правонарушений за незаконное выращивание посев масленичного мака без цели его сбыта. Как объясняли произрастание мака на своих дачных приусадебных участках? Суть толкует тем, что для последующего употребления при изготовлении хлебобулочных изделий. В подобных случаях дело заканчивается штрафами до двух базовых. С коноплей все гораздо серьезнее. Хозяину даже одного куста грозят годы за решеткой. Правда, в этом сезоне все 60 фактов незаконных посевов дикорастущего каннабиса без уголовных дел траву попросту уничтожили. Та же судьба грозит и растениям на этом поле. Скошенную траву уничтожат уже сегодня. Ее здесь же придадут огню. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.